Смертельные пожары, ДТП, убийства. Сейчас расскажу о происшествиях за минувшие дни. Так, в субботу в Савинском районе в деревне Панино огонь вспыхнул в жилом доме на две семьи. Причина пожара неизвестна. В ходе тушения огнеборцы обнаружили на полу в одной из комнат тело погибшего мужчины. Постройка выгорела на площади 100 квадратных метров. В тот же день огонь тушили в Вичуге в многоквартирном доме. Там обошлось без пострадавших и даже без серьезных повреждений. Обгорела мебель и стена квартиры на площади 3 квадратных метра. А в днем раньше, в пятницу в Родниках, женщина погибла из электрической плитки, при помощи которой обогревалась. Она не смогла выбраться из горящего дома. В ходе тушения огня пожарные обнаружили ее тело возле дивана и плитку, подключенную к электросети. Без пострадавших обошлось на пожаре в деревне Летнего Пучерского района. Семья успела выбежать из дома, но постройка сгорела. Предположительно, причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования. А в Иванове в ночь на субботу ловили убийцу. Тело мужчины с ножевым ранением обнаружили возле бара на улице Тимирязева. Позднее выяснилось, что он погиб в результате пьяного конфликта. Полицейские оперативно установили личность убитого и всех посетителей бара, которые были в момент смертельной ссоры. В том числе и подозреваемого. Он скрылся, но был задержан в ту же ночь в одной из кальянных городов. В Овечевском районе под колесами автомобиля погиб пешеход. 69-летний мужчина переходил трассу вне перехода. От травм он скончался до приезда скорой. Водитель был трезв, но не имел страховки. Еще один пешеход пострадал в Фурманове. Но там женщина переходила дорогу по зебре, когда ее сбила Лада Калина. Пострадавшую доставили в больницу. Автомобилист был трезвым. Помощь врачей потребовалась и водителю ВАЗа после столкновения с машиной Черри. Авария произошла на перекрестке проспекта Строителей улицы Демьяна Бедного в Иванове. Иномарка не уступила дорогу отечественному автомобилю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова